От 22 июня я пришёл с ночной смены, вот, и нужно было мне купить продукты некоторые. Я пошёл в магазин, а тогда не было радио по квартирам, как сейчас, вот, а был, столб стоял там, и на столбу был большой диффузор, чёрная тарелка такая, громкоговоритель. Я смотрю, около столба собрались люди, я спрашиваю, в чём дело? Сказали, сейчас будет передано, важное сообщение. Ну, важное сообщение надо послушать, и остановился. И вот Молотов передаёт, что сегодня в 4 часа ночи фашистская Германия напала на Советский Союз. Бомбят уже города Киев, Минск, Кишинёв и другие города. Да, вот, ну, и сразу все, у всех настроение сразу испортилось. Вернулся из магазина, сказал, вообще, видите, что началась война. Я был комсомольцем, ещё один парень был комсомольцем, и мы решили с ним пойти в военкомат. С просьбой призвать и отправить на фронт. Пошли, думали, что мы первые, единственные. А когда пришли в Краснопресненский военкомат, там уже больше сотни народа собралось. И такие молодые парни, как я, и девушки молодые, и женщины среднего возраста, и мужчины среднего возраста. Потому что и все с одной просьбой – призвать и отправить на фронт. Мы, конечно, все знали, что на фронте могут и ранить, и убить. Но мы знали и другое, что надо защищать. Мы обязаны защищать Родину. И, значит, вышел офицер, ну, тогда назывались командиры, и сказал, спасибо вам, что вы пришли, но идите домой, ждите повестку. А сейчас не мешайте нам работы. Мы ещё с товарищем подождали, думаю, может быть, пройдёт какое-то время, и изменится решение. Но народ всё подходил, кто-то уходил, кто-то подходил, вот, и, в общем, вторично вышел этот командир, вторично объявил то же самое, и мы тоже ушли. Мой товарищ на второй день получил повестку, его призвали, а мне нет и нет повестки. В чём дело? Прошёл июль, прошёл июль, а повестки нет. Потом я, значит, сообразил, что я в мае месяце поступил, вернее, прошёл отборочную комиссию для поступления в авиационное училище. И был защищен без экзаменов, поскольку у меня все отличные отметки были, и образование больше, чем требовалось. Вот. Я думаю, ну, наверное, ну, мне уже стало стыдно ходить по Москве. Думаю, что молодые ребята уже были все привязаны в армию. Я решил во что бы то ни стало уйти в армию. И подвернулся случай. Правда, предварительно я съездил в деревню, вот, поговорил с матерью, как она. Она спросила меня, как дела на фронте. Я говорю, дела плохи, вот уже в Смоленске немцы атакуют. Она говорит, вот брали бы таких и защищали Родину. А для меня это было как благословение. Врали бы таких. Мы работали на станции Краснопресный. Вечером на станцию пришёл эшелон с призванными. На одном вагоне было имело написано «Краснопресный район». Я сказал своим товарищам, что всё, я ухожу в армию. Вошёл в этот вагон и уехал. Вот так началась моя служба. Меня назначили в командирное отделение. Учились мы очень упорно. Десять часов – это занятия. И полевые, и классные. А потом два часа самоподготовка. А потом все документы, они носили гриф секретный, у нас отбирали. И мы... Зима уже наступила. В казарме иногда температура доходила до минус 10 градусов. Ну, мы, значит, встали на байку одеяла, шинель набрасывать. А дежурный офицер приходит, видит, что на вешалке чьих шинелей нет. Подходят, значит, одеяло с травы. А ну-ка, шинель на вешалку. И мы, как суслики, дрожишь. Вы куда готовитесь? Вы на фронт готовитесь. А на фронте что вам, теща, что ли, постель постелить? Ну, ничего, спорить нельзя. Вот. И мы оттуда, конечно, вышли многие больными. Из-за этого, из-за холода. А утренняя зарядка обязательно в гимнастерку и рубашку снимаешь. Вот только по пояс раздетый. Несмотря на мороз, какой бы мороз ни был. Закалялись вот так. Вот до апреля учились. В апреле мы сдали государственные экзамены. Нам присвоили звание. Кто хорошо учился лейтенанта, кто плохо, хуже, не тому младшего лейтенанта. Присвоили звание лейтенанта. А это был курсант еще. Вот. А этого солдата 7 апреля, да, 7 февраля 45-го года при штурме Кенигсберга ранили в голову. Но касательный, не проникающий, а касательный ранение. Но все равно повреждение кости он мог идти в госпиталь. А он отказался идти в госпиталь. Говорит, буду картошку шисть, но с ребятами своими. А на второй день начали штурмовать Кенигсберга и уронило в грудь, в сердце попало. Но счастье его, что сердце, вот в нижнюю часть сердца не перебило ему артерию никакую. Но он был без сознания. И рядом был врач. Вызвали самолет санитарный для рядового солдата. Его врач доставил в госпиталь и начали его оживлять. Целый час оживляли его. У меня есть подтверждение из архива медицинских документов из Ленинграда, как с ними занимались, что с ним делали. Оживили его. Но у него большая потеря крови. Значит, надо было ему переливание крови делать. А в госпитале крови не оказалось. И вот одна сестра, молодая девушка по имени Валя, больше он ничего не помнит. Сказала, берите у меня. А врач говорит, у вас нельзя. Почему? У вас всего не брали. А у вас? У кого из вас не брали? И она легла на прямое переливание крови и тем самым спасла этого парня жизнь. Я не совершал такого какого-то разового подвига. А вот это, минирный, разминирный. В каких условиях? Вы знаете, условия были ужасные. Переправу. Вот меня наградили орденом Красной Звезды за Сталинград. Это за множество таких дел, которые были достойны награды. Орден Отечественной войны второй степени я получил за МИУС. На МИУСе, так вот, если расценить, как было дело, то нам многим надо было героя присвоить. А нам дали вот. Кому Красную Звезду, кому медаль за отвагу, а мне очистили вторую степень. Это очень трудная служба была там. Особенно, когда пошли в наступление и преодолевали этот МИУС. МИУС – река небольшая, метров 10-15 шириной. Но попробуй преодолей, если пулеметные очереди, автоматные очереди насыщают свинцом воздух, а по воде рябь от осколков. А так, 10-15 шагов и на том берегу. И вот мы переправляли. Мы организовали переправу, нас несколько раз бомбили, разрушали переправу. Мы устанавливали, восстанавливали. И один очень печальный случай был. Вода была заминирована. Мы сделали проход. И ехала машина, в общем, пушку везла. И на борту там сидели 4 или 5 человек, я уже точно не помню. И среди них была одна девушка. И шофер нарушил указки, куда заезжать нельзя. Он наехал на мину, мина взорвалась, машину перевернула в воду. И все люди погибли. И шофер, и командир, который допустил ошибку, и девушка погибла. А нам солдаты другие уже рассказали. Что-то девушке, ей было 17 лет. Она добивалась, чтобы ее отправить на фронт. Ей отказывали. Она окончила курсы медсестер. Так и добилась. Отправили. Месяц побыла на фронте. И вот таким образом. Хоронили, конечно, всех вместе в братской могиле. Гробы делать не из чего было. И некогда было это делать. Положили эту девушку в средину между ребят. И со снезами на глазах осыпали. Вот я даже сейчас, сколько лет прошло, но вспоминая этот случай, у меня на глазах слезы появляются. Когда мужчины погибают, как-то уже к этому привыкли. А когда девушка погибает, этот цветок весенний просто жалко. Ну, а следующий орден очистки войны первой степени я получил за Белоруссию, когда освобождали Белоруссию. Нам там очень трудно было по болотам проделывать дороги. Вот. Ну, мы проделывали, пропускали. Иногда приходилось пушкой вытаскивать просто из хлябя, из воды. Потому что в лесу, в болоте, местность очень болотистая. Однажды был случай такой у меня. Я чуть-чуть не подорвался. Солдат всегда не хватало, потому что потери были частые. Вот. И мне нужно было... Я был командиром саперной роты. Мне нужно было посмотреть, как работают взводы. В одном взводе я уже провел необходимую работу, пошел в следующий. А надо было идти по дороге, когда-то она была, она вся уже заросла такой травой. Вот. И вдоль фронта. Потому что немцы могли и обстрелять. Вот я шел. Конечно, всегда смотрел под ноги. А потом увидел огромную воронку от бомбы. И на брустере воронки автоматный диск. Новенький чувствуется, воронен еще, непотертый. Думаю, надо взять. И утратил бдительность. Повернул и пошел. А потом я под ногой услышал. Чирк! Что ты по пустой коробке? Я посмотрел. А у меня мина стояла вот около левой ноги. Как я не наступил? Мне бы еще сантиметр взять вправо. И все. И я бы подорвался, обе ноги бы оторвало мне. И упал бы на другие мины. Я когда увидел, у меня кругом противопехотные мины. Я зашел на минное поле, потеряв бдительность. Когда я снял эту мину, посмотрел, щеку еще бы на миллиметр или на полтора миллиметра вытащить, и все. И конец был бы. Но, к счастью, этого не произошло. Субтитры сделал DimaTorzok